МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной теракт предотвратили в Одессе во время круглого стола, который прошел в прямом эфире радио «Новости Приднестровья». Ученые и общественники обсуждали вопросы регионального развития и сотрудничества национальных обществ. Школьники Одессины помогают военным в зоне проведения АТО. Женщины Белгороднестровского пограничного отряда. О них вам расскажет сегодня Татьяна Бежинарь. В эфире Бессарабия ТВ новости. В студии Ангелина Савенкова. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной теракт в Одессе предотвратили правоохранители. Подозрительный сверток обнаружили возле торгового центра на перекрестке улиц Малая Арнаутская и Екатериненская. О том, что в сумке, вероятно, находится взрывчатка, силовикам сообщили кинологи, которые обследовали сверток с помощью служебной собаки. А затем в дело вступили специалисты взрывотехнической службы. Они проверили содержимое находки и изъяли четыре взрывных устройства. После чего их обезвредили без угрозы для жизни окружающих. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школьники Великомихайловского района присоединились к акции «Мир в наших руках. Поможем землякам». На базе школ организовали благотворительные ярмарки по сбору средств для воинов-земляков, которые находятся в зоне проведения АТО. Таким образом, дети решили помочь землякам теплой одеждой, продуктами питания, лекарствами. Накануне ярмарки ребята вместе с родителями и педагогами изготовили различные кондитерские изделия. Своими руками сделали игрушки и сувениры, которые представили на ярмарке. Любой желающий мог их приобрести, тем самым сделав свой вклад в общее дело. Собранные деньги будут использованы для приобретения необходимых вещей 28-й Одесской механизированной бригады. Сообщили в пресс-службе облгосадминистрации. Историки, ученые и общественники встретились в Белгороде-Днестровском. Во время круглого стола, который прошел в прямом эфире радио новости Приднестровья, они обсудили вопросы регионального развития и сотрудничества различных национальных обществ. Подробнее об этом смотрите в следующем сюжете. Белгород-Днестровский занимает особое место среди небольших городов. У аккерманцев нет комплекса провинциалов. Богатая культурная среда, средневековая крепость, греческая церковь средины 15 века и другие уникальные объекты позволяют местным жителям чувствовать себя уверенно и среди жителей мегаполисов. Историк Андрей Красножон привел в пример Одессу. Посмотрите на соседнюю Одессу, что происходит сейчас, например, в Одессе. Там турецкое название Хаджиби воспринимается в штыки. Хотя это такой же элемент, казалось бы, культурного наследия, которое стоило бы каким-то образом учитывать. То есть там это политизированная тема, здесь через 70 километров в сторону, как говорится, Аккерман, Монкастро или Аспро-Кастро и Белгород-Днестровский практически не вызывает особых, ну скажем так, только чувства гордости. Аккерманцы гордятся своим историческим наследием. Исследователь Андрей Красножон отметил преемственность культурных традиций и особый менталитет жителей Бессарабии. Наш край, по его мнению, может служить примером для всей страны. В целом Бессарабия, на мой взгляд, это такая миниатюрная модель истории самой Украины, которая также находится на перепуте, что ли, на перекрестке цивилизаций. И в этом отношении сохраняет какую-то стабильность культурную и, в общем-то, политическую, государственную стабильность. Вот имеется в виду, с точки зрения фиксации, что ли, самобытности, да, своей, национальной, хотя, казалось бы, это происходит вопреки, а не благодаря. Еще один ученый из Одессы Александр Пригарин рассказал о том, что изучает Бессарабский регион последние 20 лет. И вслед за Андреем Красножоном назвал его уникальным. Здесь на протяжении столетий по соседству жили разные традиции, при этом часто взаимоисключающие друг друга. Все исследования представлены в книге «Буджак. Очерки культуры и истории нашего региона». «Опыт сосуществования, не перечеркивая друг друга, который, безусловно, полезен во всех смыслах для сегодняшнего нашего общества, я бы сказал, шире не только Украины, а, наверное, в целом мира, поскольку проблема сохранения своего и не боязни, не страха чужого, она сейчас гораздо больше, чем наши государственные границы». 15 этнических культур под угрозой внешних врагов научились кооперации внутри своих сообществ и взаимодействию с другими национальностями. В основе сосуществования лежит идея свободы. Здесь не было крепостного права. Одновременно развиваются различные религии и свобода общения. Но сегодня для сохранения этой неповторимой среды необходимо прилагать усилия. Татьяна Белая, директор Белгороднестровского краеведческого музея, рассказала, что сохранению чувства единства у жителей края может способствовать популяризация национального наследия и его изучение, а также привлечение молодежи. «От толерантности того, что сегодня есть у нас в нашем регионе, наверное, зависят очень многие и политические, и экономические, и другие аспекты жизни нашего здесь края. Это однозначно. Но задача музея в этой плоскости заключается в том, чтобы прежде всего, наверное, как мне кажется, это популяризировать этот вопрос». Центр гагаузской культуры появился в Бессарабии. Такое решение было принято депутатами 6 марта в ходе очередной сессии. Так, члены регионального собрания своим решением постановили создать коммунальное учреждение «Областной центр гагаузской культуры» и утвердить его устав. А на должность директора учреждения сроком на один год назначить Ольгу Кулаксыс. Целью центра станет создание условий для большей интеграции в общеукраинское пространство гагаузов украинского происхождения. Одесский облсовет призывает Кабмин оплатить проживание беженцев в санаториях Сергеевки. Такое обращение приняли депутаты в ходе очередной сессии 6 марта. В тексте говорится, что по состоянию на 26 февраля в санаторно-курортных и оздоровительных учреждениях Сергеевки находится 855 человек, имеющих статус переселенцев из зоны проведения АТО. Из них 223 ребенка и 305 инвалидов. Долги санатория в Санитате, Спиранца и загородного учреждения оздоровления и отдыха ПЛАЙ составляют 29 миллионов 755 тысяч 78 гривен. Существует реальная угроза, что эти заведения будут ликвидированы из-за невозможности выполнения обязательств перед кредиторами. С целью снятия социального напряжения и выполнения обязательств государства Одесский областной совет обращается к кабинету министров Украины относительно проведения проверки суммы задолженности и принятия мер по ее погашению. Заместитель военного комиссара Одесской области Владислав Мусейко встретился с главами сельсоветов Болградского района. По его словам, в районе очень низкий показатель выполнения плана по мобилизации. Так, в ряды вооруженных сил Украины были призваны только три человека, но и их в ходе медицинской комиссии уволили в запас по состоянию здоровья, сообщают корреспонденты издания «Трасса Е-95». Владислав Мусейко отметил, что по его данным главы сельсоветов зачастую представляют неправдивые сведения о местонахождении военнообязанных. Если такие факты подтвердятся, то их ждет уголовная ответственность. Военком добавил, что сейчас необходимо доукомплектовывать подразделения вооруженных сил Украины пограничников и обратил внимание сельских голов на то, что на местах необходимо проводить разъяснительную работу и доводить до населения информацию по финансовому обеспечению военнослужащих и их семей. Жители Одессины оплатили счета за чуть больше половины потребленного тепла, а поставщики тепла работают в очень непростых условиях. Об этом сообщил журналистам директор Департамента развития инфраструктуры и ЖКХ Одесской облгосадминистрации Олег Димов. На сегодняшний момент за отопительный сезон, который у нас уже прошел, у нас, получается, мы потребили 223 миллиона кубов газа на сумму 518 миллионов гривен. За этот период нами, то есть потребителями было оплачено 291,7 миллиона гривен. То есть уровень оплаты составляет 56,3%. Много это или мало? По-разному. Почему? Потому что в данной оплате, я могу сказать честно, мы присутствовали на селекторе, который проводил наш министр, где нами задавались вопросы, почему льготы и субсидии тормозятся. Они тоже должны проходить в ускоренном процессе зачет, чтобы та же оплата по газу, соответственно, сразу же смещалась. Кроме этого, Олег Димов рассказал о грядущих изменениях в тарифах на услуги ЖКХ и, отвечая на вопросы журналистов, объяснил, как тарифы будут устанавливаться и меняться на местах. Сегодня можно говорить, что по большому счету в праве тех тарифов, которые мы изначально говорили, кто имеет право повышать тариф. Если содержание придомовой территории с учетом всех своих затрат сегодня не покрывает, а вы хотите получить качественную услугу, общим собранием принимается решение, поднимается тариф. Это то, что касается ОСББ. То, что касается ЖКС, то сегодня из того перечня услуг, которые они должны были оказывать, оказывается минимальное количество услуг. То есть почему? Потому что с учетом того, что тариф не подним. Если мы хотим получать услуги больше по перечню и качество лучше, соответственно, и тариф должен быть подним. Это реалий. Сегодня цена на топливо 25, и все это завязано. То есть принципиально здесь напрямая зависимость. Они не просто представительницы прекрасной половины человечества – матери и жены. Они – женщины-военнослужащие, надежный тыл и опора для военных на передовой. О том, какие задачи и функции выполняют женщины Белгороднестровского погранотряда, смотрите в сюжете Татьяны Бежинар. Часи, коли одягти військову форму та стати на захист своєї вітчизни, мали змог лише чоловіки, лишилися давно позаду. Сьогодні жінка-військовослужбовець – це вже далеко не виключення із правил, а цілком об'єктивна реальність. Такої думки дотримується і Олена Антох, старший офіцер інформаційно-аналітичного відділу штабу Белгороднестровського прикордонного загону. Свою професію обирала свідомо. Каже, що робота з інформацією – справа не із легких. Зібрати інформацію, яка сталася на кордоні, зробити аналіз її і спрогнозувати ризики та загрози, що можуть бути на державному кордоні. В інформаційно-аналітичному відділі вся інформація щодо оперативно-службової діяльності прикордонного загону акумулюється в цифрах. Олена розповідає, що чимало роботи припадає і на опрацювання статистичної інформації, яка дозволяє провести порівняльний аналіз несення служби. Ми працюємо на випередження. Ми для того і аналізуємо інформацію, щоб подати її для мінімізації якихось негативних явищ на кордоні. Інспектора враховують цю інформацію, вони також її приймають до уваги і вже на фоні цього врахування роблять свої висновки. Одразу після випуску новин дивіться спеціальний репортаж «Надійний тил. Запорука успіху», присвячений жінкам-фісковослужбовцям Державної прикордонної служби України. Такими увидели новости уходящей недели наши корреспонденты. Впереди выходные і праздничні дні. Отдыхайте і набирайте сил. Дякую за перегляд!